Руководители всех энергоснабжающих компаний собрались в зале мэрии курорта. Главный вопрос повестки совещания о развитии систем теплоэнергоснабжения. Стратегия формируется на несколько лет вперед, до 2026 года. В рамках получения главного нашего города необходимо реализовать концепцию программы стратегического развития энергетического контура, и внешнего нашего контура, и внутреннего 24-26. Сегодня мы уже вполне способны формировать ту повестку, которая позволит нам, первое, говорить о том, какие перспективные объекты появятся в ближайшее время, повлекут за собой энергопотребление. У нас есть примерное понимание развития территорий, у нас есть проблемные узлы, которые в течение последних двух периодов показывали те тонкие места, по которым мы постоянно работали. Есть перспективные наработки уже. По поручению губернатора Кубани муниципалитета краешегодно должны заменять не менее 5% ветхих сетей. Руководители энергоснабжающих компаний рассказали, какую работу по модернизации проведут в рамках инвест-программ. В 2024 году планируется завершение утвержденной инвестиционной программы 2024 по данным мероприятия. Это строительство 10 кабельных линий протяженностью 12 километров. Кучево-бион инвест-программу будет занимать строительство новых кабельных линий в районе Передерского проспекта, питающие социальный объект КНС. Строительство округло в 6 штурм на территории Симферопольского шоссе и Передерского проспекта с целью резервирования и повышения надежности. Продолжается обустройство уличного освещения во всей Анапе. В этом году работы проведут в Гастагаевской, Цибанабалке, Витязево. В нескольких сельских округах заменят более 4,5 тысяч светильников. На особом контроле мэрии 12 микрорайон, где расположена школа и детские сады. Если мы в этом году планируем 12 микрорайон, как территорию, где мы будем серьезно заниматься сетями, то управляющие компании точно к этому вопросу должны быть подключены, потому что они сегодня управляют этими территориями и знают, какие проблемные точки сегодня там есть. Что касается фронта работ Анапского предприятия «Теплоэнерго», до начала отопительного сезона специалисты провели мероприятие по улучшению качества и повышению стабильности подачи тепла. Заменили трубопроводы, водогрейные котлы, прочистили дренажные колодцы. В этом году планируется реконструировать участок магистральной теплосети по улице Владимирской. А общая стоимость всех мероприятий производственной программы составит около 20 миллионов рублей. Вадим Иванов, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.